Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить второй Horizon! Поиски эфира привели нас к вождю Тенакта, он оказался очень хороший, мудрый лидер, который не только остановил войны, но и объединил все племена. Но с этим сейчас как раз проблема. Небесники, так называемые, скрылись в своих чертогах и не хотят участвовать в местных ритуалах. Поэтому нам дали задание вернуть их, стать шерифом по сути дела. Да-да-да, тут именно шерифы есть, которые не входят ни в какой клан и решают межклановые проблемы. Зацените самолет, а? F-38 с обратным крылом, кстати. Насколько я знаю, пока что только советские, ну или российские самолеты есть с таким обратным крылом. А китайские вроде тоже появились. Пока что мы не можем упуститься туда вниз, хотя, конечно, очень хочется. Поговорите с декой. Мы какую-то голограмму не посмотрели. Ну сейчас мы же сможем ее посмотреть. Единственное, что мы комментарий, я так понимаю, не получим. Нет, нет, постой. Раньше ты проигрывал больше. У тебя есть запись предтеч? Из этого ящичка слышны голоса предтеч. Но их заглушает шум. Позволь взглянуть. Откуда он? Отобрали у собирателя Азерам. Она пыталась украсть его и другие артефакты с территории Тенакт. Остальные хотели похоронить его вместе с ней. Но я услышала голоса. Ну, данные сильно повреждены, но... Дельта Джульетта-9, оружие к бою. Приступайте к атаке на Рой. Удачи. Принято. Мы выиграем время новому рассвету. Дельта, конец связи. Голоса воинов прошлого. Азерам сменяла бы их на осколки. Доблесть десятых должна жить в памяти. Не совсем понимаю, что значит десятые. Эти голоса из последней битвы предтеч. Другая битва? Я могла бы узнать больше, если бы нашла еще ящики. Собиратель сказала, что, возможно, в обломках древних летающих машин есть еще записи. Заявила, что знает, как их найти. Да. Ящики излучают сигнал, передающий их местоположение. Я смогу их найти. Если найдешь, приноси сюда. Я прослежу, чтобы с ними обращались со всем уважением. Мы почтим те жертвы, на которые пошли эти древние солдаты. Так они уже их чтят. Не, на самом деле, если это несколько человек из племени занимается, вот, исследованием, так сказать, истории. Это хорошо. Главное, чтобы все племя по этому с ума не сходило. Как будто бы системники, смотрите, древние. У меня есть записи? Я уже нашла одну запись. А-а-а. Но возьму все. Позволь тебя отблагодарить. А что записи? Это вот эти вот как раз шары, которые мы находили в древних руинах. Так, мы можем выбрать, да? А, черные ящики самолетов. У нас один только. Понятно. Слушайте, круто. Одно что-то только. Я не знаю, что надо. Но возьмем золотое. Бивенисполина. А я могу потом взять. Эти голоса останутся здесь. Они их будут помнить. Я уже нашла одну запись. Возьму все. Позволь. Да, можно потом это взять. Посмотреть, что мне требуется для улучшения и взять. Эти голоса останутся здесь. Они... Много на землях-то накт собирателей и озерам. С каждым пойманным все меньше. Но они на что угодно пойдут ради осколков. Всегда найдутся те, кто готов рисковать. А что вы делаете с теми, кого ловите? Собиратели проводят жизнь в грязи. В ней мы их... И хороним. Вот так вот. Они, может, черные ящики находят? Конечно, глупый вопрос зададим. Зачем тебе эти записи? Каждая битва чему-нибудь учит. Нужно извлечь уроки. Почтить павших. Таков путь. Ну, типа и так понятно было. Если найду другие записи, принесу их тебе. Унталла. Еще запись. Выставка с черными ящиками. Данные повреждены. Экспонаты. Мы можем услышать их последние слова. Интерфейс, переданный в дар музею компании Sterling Market, позволяет воспроизводить данные любых авиационных бортовых самописцев, использовавших стандартный протокол шифрования RFR, версии 3.5.4 и выше. Для прослушивания поместите черный ящик в интерфейс. Просим вас хранить уважительное молчание, пока звучат голоса павших героев. О, как. Тут же все подобрушилось. Вообще странно, что так много сохранилось еще. Роща памяти. Свиток. Аккуратно выведенный глиф Икарха с личной подписью Фошава. Судя по всему, это часть его дневника. Дека, мудрая и терпеливая духовница Долинников, наконец дала мне ответ на вопрос, который давно меня беспокоил. До того, как меня захватили, единственный Найтенакт, с которым мне доводилось беседовать, если это можно так назвать, была пленница Солнечной Скале, которая не раз говорила о том, что собирается присвоить себе кровь и детей своих врагов. Эти речи, как мне казалось, вполне подтверждали жуткие истории от Найтенакт, которые я читал в детстве. Но за все время, проведенное на Запретном Западе, я ни разу не сталкивался с подобной дикостью. Я захотел узнать, правду ли говорила та пленница. Как оказалось правду, Дека объяснила, что такие обычаи действительно имели место в прошлом, когда между кланами шли постоянные войны. Но после того, как вождь Хекара пришел к власти, их объявили вне закона. Хотя и не искоренили полностью. Отдельные мятежники и изгои до сих пор придерживаются старых традиций. Любопытно, что сами эти действия не настолько чудовищны, как принято описывать у Карха. Попробовать кровь убитого врага означало воздать должное его воинскому искусству. А сироты, захваченные в побежденных селениях, вырастали полноценными членами нового клана, что считалось вполне достойной судьбой. На месте такого сироты я вижу и себя самого. Мне было трудно принять новые обычаи, а кое-кто в землях кланов до сих пор отказывается меня признавать. Но чем больше я узнаю о своем новом народе, тем больше вижу благородство, о котором умалчивают летописи Карха. Да, они какие-то прям очень хорошие, неожиданно. Мой визор может засечь маяки черных ящиков. С его помощью я смогу найти остальные. Нам бы научиться нырять еще. Мне там немножко проспойлерили в комментариях, что будет миссия, после которой мы научимся нырять подольше. Экспонат 73H Данные повреждены. Причиной указа такого-то, в котором президент США использовал чрезвычайные полномочия, данные ему Конгрессом для эвакуации населения большинства округов за пределами Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса и Финикса. Эвакуированных предполагалось разместить в лагерях временного содержания, а затем постепенно обеспечивать жильем в обитаемой зоне. В целях исполнения этого указа федеральное правительство угрожало расторгнуть договоры о водоснабжении между Северо-Западом и Юго-Западом, фактически оставив без воды три штата в зоне перегрева. Сторонники 73H считали его гуманитарной инициативой, которая сохранит ресурсы страны и поможет пострадавшим от изменения климата начать новую жизнь. В глазах противников он был мышеловкой. Когда правительство расторгло договор с Мединой, в этом однозначно увидели стремление федералов наложить руку на богатые месторождения региона. В то же время, известие о том, что беженцев с Юго-Запада поместят в охраняемые лагеря, которые быстро прозвали Адам-73, вызвало немедленные данные повреждены. Немножко истории предтечь. Взрывчатый осадок. Полезная штука, наверное, для дорогих боеприпасов используется. А может и для улучшения. Так, ну тут мы все посмотрели. А какая голограмма? А, вот. Голд Маунтин. Броняли горы. Это типа как высотники. Хм. Хм. Потом поднимайся, пока не сотрешь ноги, а от холода не перехватит дыхание. Тогда ты поймешь, что добралась до небесников. Да наполнит тебя сила десятых. Да, она реально на птицу похожа. Прикольная анимация. Молодец, актриса. Для одного из ваших высокоточных луков доступны высокоточные отбойные стрелы. О-о-о-о. Благодаря потоку сжатого воздуха они обладают повышенным отбивающим действием. Используйте их, чтобы сбивать броню. Или отбивать детали. Отлично. Ты где? Тут я не вижу. А, кстати, обратите внимание. В центре показаны, какие дополнительные эффекты открыты для этого орудия. Вот тут, например, копья вкалывать в землю, чтобы они ловушками становились. Тут тройной залп. Очень удобно. Быстрая нить, кстати. Надо будет попробовать. Да, мы игра бомба. А кто-то говорит, ой, сейчас игры вообще не делают смысл обновлять железо. Вот раньше игры были. Блин, я попробовал. Похоже, придется помочь Хикарро, чтобы добраться до эфира. Надо найти шерифа Каталла у скального кряжа. На машине доеду быстрее. Да. Ну вот, я прервался. А я время от времени пробую старые игры. Недавно Far Cry устанавливал. Блин, ну... Сравнить с современными играми. В свое время Far Cry был бомба. Это была величайшая игра. Прям, наверное, лучше на момент выхода. А сейчас это такая хрень, которая даже рядом не стоит. С современными Far Cry, которые... Средненькие игры по современным меркам. С машиной пока придется расстаться. Погоди, как-то расстаться. Не дуркуй. Ты меня так не пугай. Кислотные загонщики. Кислотные сразу ощущение, что наркоманы какие-то. Ну что, сразу поедем туда? Давайте. А какой уровень требуется? 17-й, нормально. С 21-й уже. Кабанчики, проскочим мимо. Я думаю, скоро мы сможем управлять ими. Когда котел захватим. Ааа, там же не просто котлы теперь захватывать. Потом детали. Блин, как красиво. Аж игра коротнула. По-моему, фпс немножко просел тут. Ну да, тут. Хотя нет, 93 написано. 85. 86. 82. Ну чуть меньше. Чем-то... Ааа, компас. В этой игре уже говорил, компас почему-то... Как будто в меньшем фпс работает. Страница. Помоги убить эту тварь. Ты что за тварь такая? Давайте просканируем. Проникат. Так, я на него. Но у нас яда нету. Надо отбить ему что-нибудь. Что у тебя полезный? Хвост небось? Куда побежал, оболюдок? Ну ху-ху-ху, зараза. Прячет хвост как будто. Да, да, отбил все. Готово. Горячий лежит, смотрите. Нормально потушился. Ему, видимо, не привыкать. Огнестойки. О-о-о-о. Тут у многих животных хвосты надо отбивать. Не показалось, Илья Лойка добрала, прям вот такая. Хо-хо-хо-хо-хо. Да, вещь ценная. Какая игра. И она вот именно на ПК классно играется. С мышкой клавой. То есть целится здесь. Такое удовольствие. Так, ну что ж, я все золотал. Миссия у нее, ну давайте посмотрим. Помоги моей подруге. Стой. Не торопись. Объясни. Мы слетали, доставляли припасы на юг. И напали машины. Я оставил ее там, чтобы привезти помощь из рощи. И тут еще одна машина. К счастью, подоспела ты. Так твоя подруга сейчас бьется с машинами? Так об этом я и... Блин, не могу. У нее на голове эта штука, как косточка. В то же время как рожки выглядят. Прикольно. Говорю. Вытащи ее, если смогу. А ты беги за подкреплением. Хорошо. И спасибо. Спасем бедняжку. Не оставим. Доставка припасов. 17 уровень. Нормально. Машины напали на двоих солдат Тенакт, доставлявших припасы из укуса соли в рощу памяти. Один из солдат пропал без вести. Тут рядышком. Ну что, мой? Верный баран. Вскакали. Как же он слепит, блин? А, это дело даже. Это не доп задание. Интересно. Дальше по дороге должна быть еще одна панель. Повозка есть, а припасов нет. И Тенакт тоже не видно. Расследуем это дело. Ты меня не видишь. Похоже, Тенакт попыталась спасти припасы после нападения. И бросила их в пылу битвы? Может, они приведут меня к ней? Так, на что, дружка там не убили? Так, а где след-то? Следы пропавшей Тенакт. Пойдем аккуратненько. Кто там? Какой там чудо-юдо. А вот и солдат Тенакт. Эй! Я ответ-то! Слава десятом! Этот Олух выжил! Я думала, обоим конец! Разберемся с машинами! Что у нас кислотное? Кислотного, к сожалению, ничего. Хорошо, жахнул. Напердел! Я таких уже агуливал! Скотина какая-то другая попала. Вот видите, надо дольше держать, чтобы... А, не работает. А, сила закончилась. Энергия специальная. Давайте харпуном его. На-ка, дружок. Вот так тебя. Все, готов. Новые на подходе! Что выше клитора, что? Ты не сыркой-то. Блин, не видно. Интересный чувак. Под хвост тебе. Давайте-ка вот этот вот лук возьмем. Серьезный лук. Это... Это норка. В наглую рожу не попал в лин. Вот, хорош. Большой урон их обездвиживает. Да, блин. Медленный лук. Хороший, но очень медленный. Ты скотина! Что у нас еще есть? Ну, это все сейчас не подходит. О, обездвижил. Готов. Норка срена. Где ты там? А тебе хвост нельзя отбить? Нет, вроде. А это какая-то другая. Огненная. Вот так вот. Еще машина! Ух ты! Как же нам справиться с этой штукой? А у этого есть хвост. Она говорит, как справиться. Я думал, как отбить деталь. В атаку! Не не стреляй! Бедный! Хорош! Левый ты полбас! Ты меня не подвел! Колено! Чтоб он не искал приключений больше. Куды! Иди-ка сюда, дружок. Он вернется. Я его знаю. Трус! Морда выскочила на га. Прекрасные, плавные движения. Не, рукопашки, конечно, тут не сравнится. Я раньше времени использую замедление времени. Ах ты, зараза! А, давайте попробуем. Попадется? Ты скотина! Все. Еще немного! Они на него огнем бьют. Да, блин! Вот так. Просканировать хотел. Сейчас не время. Обычные стрелы. Закрылся, зараза! Что там у тебя? А, это не отбивается, что-то? Куда там стрелять? Такой, в морду. Готово! Не верится, что я жива! Восхитительная боевка. Ну, не только боевка, а тут все классно. То есть, интересно воевать. Дополнительная фишка, это отбить детали. Оставлю при себе. Вот именно управляется все потрясающе. Отклик персонажа восхитительный. Плавность движения врагов. При этом они непростые, ребята. Хвост, бритва. То, что надо. Там какие-то штуки хорошие попались. Ткани или как они называются? Для усиления одежды. Или оружие. Странница! Поговори. Спасибо. Если бы не ты, я бы стала кормом для машин. Я лишь немного задержала их, пока твой друг не привел помощь. А, ну что ты. Я по дороге чуть жизни не лишился. В это я верю. Надеюсь, хоть часть припасов осталась цела. Я тоже. Еды вечно не хватает. Солдатам в роще нужно что-то есть. Не возвращаться же в укус соли за новой поставкой. Я этой бедолаге помогу. И мы соберем то, что осталось от груза. Аж есть захотелось. Да, машину не поешь. Спасибо. Ты нам так помогла. Берегите себя. Удачи. Прикольная парочка. Доставка припасов завершена. О! То есть, видите, тут не только за повышение уровня, но и за выполнение квестов даются очки прокачки. Прикольно. Очень много очков выходит. Положу в подсумок. Во! Тут фиолетовое что-то. Смотрите. Не, нельзя такое упускать. А кто там такой ходит? Громозека! Блин, ну я думаю, рано идти на него. Будет еще время. Высший норокоп. Видите? То есть, норки разные есть. Ну а что, правильно? Это гораздо проще, чем миллион юнитов делать. Можно одного юнита просто немножко менять. Делать низкого уровня, более высокого. Нормальная тема. И у нас уже ночь, блин, зараза. А ехать далеко. Это загонщики, кстати, эти ребята. Прикольные, интересные. Я вроде все у него подбивал, да, в конце? Куда еще стрелять был? Я не мог даже посканировать. Понимаете, времени нет. Вот чем мне еще эта игра нравится? Тут бешеная динамика. Враги не дают тебе спокойствия. Пойдемте убежище откроем и там переночуем. Негоже по ночам бегать. Погнали. Ну не бойся ты, господи. Я нажал прыжок, она слезла с него в итоге. Давай ты. Это тебе не платва, которая сихала. С любого уступа. А, тут кто-то есть даже. Как всегда раздавил кого-то. Синенький. Ворона. Дай посмотреть на тебя, чужеземка. Это же ты выступила против регала и ее мятежников? Надеюсь, у тебя нет с этим проблем. Не волнуйся. Я не буду пить твою кровь или что вы там восточнике думаете, мы делаем. Резня на посольстве тебя не касалась. Но ты помогла шерифам. И в моих глазах ты не враг, ты нагт. Но без помощи тебе в землях кланов не выжить. Я разведчик, многое знаю. И могу делиться этим с тобой. Помочь тебе? Было бы здорово. Ну ладно. Говорят, на северо-востоке, у границы земель пустынников, есть место, где земля из железа. Никто не знает, что это, но вряд ли что-то хорошее. Будь осторожна. Котел? Хорошо, спасибо. Да, Йота. Раз он нам про него сказал, скорее всего, его можно открыть. До встречи. Может быть, там котел. А значит и данные для перехвата машин. Я не могу понять, кого она мне напоминает. Какого-то персонажа фэнтезийного с этими рожками. Может, кто-то вспомнит? Какие-то ассоциации явно есть. У нас не все типы боеприпасов есть. Кислоты, например, или водяных снарядов. Кислота часто требуется. Надо какое-нибудь такое оружие. Хорошо бы какой-нибудь лук, которого будет три типа боеприпасов. А может, тут с четырьмя будет? Было бы очень удобно. Вот ловушками я особо не пользуюсь. Это не очень удобная тема. Это надо заранее готовиться. Не совсем мое. О, рассекающий высокоточный лук. А, вот про что нам сказали тогда у нас боеприпасы, которые отбивают детали. Нам лук новый дали. Давайте-ка посмотрим. Вот, специальные стрелы, видите? Отбивание брони 265. Круто. И куда его вставить? Места-то не хватает у нас. Давайте место вот этой штуки. Электрический взрывострел. Я им особо не пользуюсь. Не такая эффективная штука, как я надеялся. Ну и не такая прикольная. Давайте спиральку вставим. На урон при отбивании деталей. А, кстати, у нас спираль никакая не стоит в одежде. Это как так? Как я так упустил этот момент? Давайте защиту от холода повысим. А то тут минус. Нивелируем этот минус, скажем так. Вот еще от кислоты бы нивелировать. Два минуса в этой броне. Не очень хорошо. Но она слабо прокаченная у нас. Это я так понимаю, защита от дальних атак. 40. Это хорошо. Да пребудут с тобой десятые. Ну и отдохнем теперь. Руины какие-то. Ладно, потом. Или вообще не знаю. Это спорный момент записывать, не записывать. Ну если даже записывать, супер круто обрезать. Сейчас мы едем в скальный кряш. Найти каталу. Каталу это обычно то, то разводят в карточных играх. Данные о перехвате таких нарокопы разрушили лагерь. Может стоит осмотреться, используя визор. Выяснить, нет ли выживших. Ты где? Здесь вот? Потом. Ну лучше будет сначала избавиться от машин. Земля стала холмистой, воздух холодным. Похоже, скальный кряш уже близко. Ну что ты такой непослушный. Постоянно он упирается во все. Небольшие подъемы, там спуски. Все останавливается. Вредный. Это ему именно по дороге идти надо и все. Вот, видимо, проход на скальный кряш. Какие тут яркие цвета. Отвесный склон. Что там? Тренируется, наверное? А-а-а. Это охотничеугодие, наверное. Нет. Просто база. Ну давай посмотрим. Спирали продаются, оружия никакого. В синей спирали вообще ничего особенного. Форпост у них получается. Слишком как-то все хорошо относятся сразу. Это не очень круто. Слишком легко мы доверие получили. Все, снежный регион у нас тут. Прикольно. Я привлекла их внимание. И сейчас добиваю врага. Кто тут враги? Это засада была, да? Через своего, по-моему, пробил. Ах ты, скотина. Хорош. Огулейтед. Не сразу понятно, где враги. Э, зараза. Фигаси, там камни двигаются. Все, победили? Отбились из засады. Она вообще круто выглядела. За камни выскакивает так с мечом. Снег приглушает все звуки. Типа тут стелс лучше? Даже спасибо не сказали, между прочим. Зимняя бледновика. Вкусное название. Ну что, братчик, поехали дальше. Пропускаете? Спасибо. Ну все, мы, может сказать, на месте. Ждет меня где-то здесь. Но, сперва лучше осмотрюсь. Стой. Какие у них оружие хорошие, смотрите. У тебя против машин такое явно не поможет. Еще какое-то место. На что он смотрит? Что тебе рассказать? Карха глубже, чем преданность своим. Ну. Расскажи мне. Ты же уже преодолевал подъемки. Пусть сила и честь не оставит Хикару в этот день. Два раза. Да будет блестящим твой клинок. Из лучших подъемов к ущерям. Пусть твое имя навсегда. То, что ты сделала для моего народа, известно каждому в землях планов. И я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами. Ведь здесь не происходит ничего, о чем я бы не знала. Ты не заберешься до вершины. И, собственно говоря, длин на шее обосновался в заброшенной деревне к юго-западу отсюда. Но говорят, там есть и другие, куда менее дружелюбные машины. На твоем месте я бы держалась подальше от этого места. Леша, это полезно. Надеюсь, этого мы сможем оседлать. А потому даже заданий не было. Тут 25 уровень, кстати. Ого-го. Вот он. Смотрите, нас довольно резко отправляют по всей карте. Хотя там были еще заданицы. Надо будет вернуться, потом повыполнять. Ну прикольно, что мы бегаем по карте и не выполняем. Вот все сначала в этом месте, пока оно супер уже не надоест. Нет, пошли попутешествовали, потом вернемся там, повыполняем. Это хорошо. Но если перехвачу длин на шее, получу информацию об окружающей территории. Оно того стоит. Не сосчитать, разумеется. Вот он. Катало. Есть новости о твоем отце. Какой вид, а? Несколько дней назад на него нахнулись. Долину наводнили мятежники-регалы. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. Отсюда их перебить? Как два пальца. Других пасут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к валу, чтобы ты поговорила с Текоте. Был бы от этого долг. Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Она ему явно не нравится. Ну, вообще, бедняга, конечно, руку потерял. Это огромный стресс. Что это за место? Скальный кряж был военным форпостом во время войн-кланов. Его цель охрана входа в долину. И наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками Регалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто наблюдать. Можно пострелять отсюда. Оттуда снизу стрелы явно не долетят. Отсюда сверху лучше позиция, чем когда Регала перебила шерифов всех. Да вообще странный момент был. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Тыкоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Вождя не уважают, любят. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. Почему ты уверен, что такой-то не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Тыкоте хитер мелочен и мстителен. Хватил у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись завалом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Ну, то, что мы, в принципе, и на той беседе с вождем и обсуждали. Отсиживаются тактически. Разговоры тоже интересные. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Но это не все. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять ими. М-м-м. Научатся. Но от этого нам только веселее будет. Слушайте, а ты нахт, по-моему, вообще ж никого не перехватывает. Тут вроде машин нет у них. Это то первое племя земледельцев. Они и то не перехватывают. Они в симбиозе живут с машинами. А у этих мы еще никого не встретили. Ты был на посольстве? Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты еще не вылечился? Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Странно, что он не сказал. Мне не нужно извинения какой-то чужеземки. Тьфу. Было бы логично. Я рада, что я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Слишком все равно они хорошо относятся к ней. Хотелось бы от чего-то. Конфликта. Блин, что в Гарри Поттере, ну там совсем уже слишком сладко все. Ну и тут не хватает. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнения еще не раз встретим воинов-регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть. Мне нравится, она какая-то слишком суперуверенная. Знаете, все-таки сопереживаешь персонажа, который побаивается, волнуется, сам переживает. Вот этого в ней не хватает. Слишком ее сильные сделали такой. То есть он писарем был тут. Скальный кряш. Свиток, аккуратно выведенные глифы Карха с личной подписью Фошава. Судя по всему, это часть его дневника. Первое путешествие в отвесные горы запомнилось мне сухим холодом. Мрачной красотой и гнетущим величием. Если пустынникам приходится строить свои дома на фундаментах предтечь, песок для этого не годится. То небесники присвоили себе все преимущества горных пиков. И надо признать, как бывший верховный командующий Карха, я благодарю солнца за то, что мы никогда не забирались настолько глубоко во владение Тенакт. Нам бы это очень не понравилось. Я ожидал, что небесники будут кочевниками. Чем-то похожими на банук. Но оказалось совсем наоборот. Клановые войны превратили их в замкнутых отшельников, отгородившихся от мира высокими стенами. Скальный кряж тому пример. Этот укрепленный город служит пограничной заставой и охотничьим форпостом. Он построен так, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор окружающей местности и контролировать все подходы. Любая вражеская армия, дерзнувшая войти в его долину, обречена на чудовищные потери. То есть штурмовать тут не надо. Тут надо осаждать все проходы, чтобы они банально с голода умерли. Ну это долго, конечно, будет. Но это единственный правильный вариант. «Будучи долинниками из клана Хикара, мои доверенные спутники не выказали особого энтузиазма по поводу дипломатического визита к предводителю Текотти. По мере того, как мы приближаемся к причудливо окрашенным знаком небесников, они становятся все более молчаливыми. На мои военно-тактические замечания они отвечают угрюмыми взглядами. Я в замешательстве. Чтобы признать Карха шерифом, им хватило нескольких месяцев, а вражду между их собственными кланами не погасили даже 20 лет мирного правления Хикара». Он уже 20 лет правит, нифига себе, он уже старый, наверное. «Будет весьма любопытно узнать, что об этом думают небесники. Встреча с Текотой обещает быть интересной». Представляете, 20 лет правит в таком обществе. Это что-то вообще невероятное. Там же вообще недолго люди, по идее, живут. При их-то уровне медицины. Там 30 лет это уже почетный возраст. Я думаю, что они едва до 50 доживают. Ну, видимо, молодой был, когда захватил. То есть, ему 20, скорее всего, еще не было. А сейчас близко к 40, да, так и есть. Блин, ну интересно, реальный мир они потрясающе сделали. Продуманный такой. Яркий, контрастный, захватывающий. Единственное, слишком они какие-то добрые все. Так, а еда у нас. Да, надо купить что-нибудь. Бронь и по-горски. Вот то, что надо. Восстановление здоровья. То есть, от еды, в первую очередь, именно это требуется. Чтобы быстрее здоровье восстанавливалось там. Банально больше здоровья или брони больше. Какие-то доп-эффекты, это нафиг не нужно. Там вчитываться, это я не буду искать. Ну вот, местная похлебка. Дорого, довольно стоит. Металлические осколки 100 штук. В смысле, краска? А, меня оценил? Интересный, с розовыми цветами такими. Панк. Что тут продается? Шипомет. Вот. Вот то, что надо. Новый синий шипомет. Циркулятор стихийного загонщика. А мы вроде воевали стихийными загонщиками. Но циркулятор, видимо, не отбили. Хочешь поторговать? Насчет из рам. Наслышал, это они создали тебе странное устройство карта. Вроде баллистов с этих устышек. Нанесло, а такое знает баллиста. Давайте прокачаемся немножко. Смотрите, какая фишка. Удар крюком по машине. Возможность носить машинам удары крюком. Находясь рядом с упавшей машиной, прыгните и нажмите пробел, чтобы нанести удар крюком. То есть, когда мы, видимо, можем добить их, но далеко стоим и не успеваем в этот момент. Тут прямо притягиваемся, ударяем. И при этом стоит всего 2 очка. Хорошо. Мощные атаки наносят больше урона. Ну что, этим заданием, пожалуй, займемся дальше. Но на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь видео и радуйтесь жизни. Monday Я скорее вымлечу Я скорее вымлечу Я скорее вымлечу